В эфире программа «Городские встречи» в студии Дины Исляева. Сегодня у нас в гостях директор научно-образовательного центра практической психологии и психологической службы РГУ имени Есенина Эльвира Самарина. Здравствуйте. Ельвира Владимировна, мы сегодня поговорим об эмоциональном выгорании. Недавно Всемирная организация здравоохранения официально включила его в перечень заболеваний. Как оно проявляется? Позвольте мне немножечко внести уточнение в эту новость, в это сообщение. Дело в том, что синдром профессионального эмоционального выгорания был включен еще и в международную классификацию 10-го пересмотра, который сейчас актуал. И как синдром, но именно 11-й пересмотра международной классификации болезни, он нес уточнение в том, что этот синдром затрагивает исключительно профессиональную сферу и не является заболеванием, он является фактором обращения за медицинской помощью. А с чем связана вот эта ситуация, что включили его все-таки в перечень? Для чего это было нужно? На самом деле, этот факт объясняет ту частоту симптомов, которые люди, которые испытывают серьезные перегрузки на своей работе, они предъявляют в качестве симптомов, жалоб врачам, к которым они обращаются. Это эмоциональное истощение, это хроническая усталость, это недовольство собой, своим положением, снижение продуктивности. И поскольку такие частые жалобы были из среды преимущественно людей, которые занимают профессиональные должности, либо связанные с высоким уровнем ответственности, это менеджеры, различные управленцы, либо это, конечно, люди, которые выбирают для себя профессию, которую мы называем помогающей профессией. Врачи, учителя, люди, которые оказывают непосредственную помощь, спасатели, это могут быть социальные работники, то есть люди, которые работают в сфере человек-человек. И, конечно, это люди испытывают серьезные хронические нагрузки эмоциональные в своей профессиональной деятельности. И вследствие этого они испытывают и такие тяжелые послестрессовые переживания, в том числе приводящие к недомоганиям и необходимости обращения к врачу, чтобы передохнуть, перенести как-то это свое тяжелое состояние. А сам человек может понять, что у него вот этот синдром или нет? Или это как-то должны окружающие ему подсказать? Наверное, нужно обозначить, что включает. Вот этот синдром, он был описан американскими психологами. Кристин Маслович и Сьюзан Джонсон, они описали это еще в начале 80-х годов. Именно как синдром профессионального выгорания. Он включает три фактора. Это эмоциональное истощение, которое у большинства людей, названных профессией, присутствует. Это деперсонализация, то есть это такое явление, при котором человек перестает испытывать эмпатию к людям, с которыми он взаимодействует, эмпатию, сочувствие какое-то. Он становится циничным, меньше воспринимает их страдания, проблемы, или воспринимает их как-то неадекватно, то есть считает, что они чрезмерные требования предъявляют и так далее. То есть он становится более таким холодным, неспособным воспринимать чужую боль или понимать чужие особенности какие-то. И третий фактор – это редукция профессиональных достижений. То есть когда человек чувствует себя беспомощным при выполнении каких-то профессиональных обязанностей, то есть он чувствует, что либо он не справляется, либо с тем объемом, либо с той сложностью работы, которая ему предъявляется, либо он чувствует, что его труд бесполезен, то есть не приносит ему ни морального неудовлетворения, и те вознаграждения, которые он получает за свой труд, они не восполняют его моральных и физических сил. Вот эта триада таких симптомов, а это характеризуется как раз такой синдром эмоционального выгорания. И человек, конечно, может у себя обнаружить эти признаки, обнаружить и осознать, что у него есть эти нарушения, и осознав, начать либо что-то делать, принять как факт, что у него есть такой синдром, либо обратиться за помощью к специалистам, либо самостоятельно попытаться разобраться в причинах такого явления и стремиться как-то более гармонично в своем время рабочее и личное распределять, как-то находить баланс между работой и другой жизнью, которая все-таки тоже должна занимать нашу жизнь, отведенную нам. К кому нужно обращаться, если человек понимает, что у него профессиональное выгорание? Опять надо начать с того, наверное, что все-таки профессиональное выгорание – это не болезнь. Но при всем при этом эмоциональное истощение и та стадия, в которой эмоциональное истощение человек находится, она может с собой повлечь разные какие-то последствия, в том числе и в физическом состоянии. Иногда у человека включаются такие, как мы психологи говорим, механизмы психологической защиты, и у человека возникают психосоматические расстройства. Они могут быть самые разные, любые, и сердечные, и простудные, и кожаные, и какие угодно заболевания, дыхательная система. То есть множество заболеваний носят такую психосоматическую природу. Когда человек очень устает, у него как бы неосознанно открываются такие возможности, неосознаваемые для того, чтобы спрятаться, побыть в домике, побыть на больничном. И, собственно говоря, больничный человек получает не по производственному своему кризису, а по своему недомоганию, которое у него возникает вследствие такой вот перегрузки физической или эмоциональной, которая вследствие за собой влечет физические какие-то проблемы. Конечно, если у человека в большей степени эмоциональное истощение связано с тем, что он тяжело и напряженно работал, он испытывает потребность в отпуске, и он понимает, что он в отпуске отдохнет, то, скорее всего, в отпуске человек тоже может восполнить свои ресурсы, тем более если его отпуск будет связан с каким-то интересным делом, хобби, каким-то желанным каким-то занятием, то он тоже может восполнить, конечно, свои ресурсы, если он не находится в тяжелой стадии. Но если человек уже в тяжелой стадии находится эмоционального выгорания, то здесь у него могут быть очень серьезные проблемы, вплоть до ухода из профессии, то есть невозможности выполнять эту профессиональную деятельность, и обращение за помощью или к психологу, который поможет ему разобраться в себе, понять, какие его действительно профессиональные возможности не реализуются в этой сфере, что какие-то, например, его способности может он реализовать в другой какой-то профессиональной деятельности. Ну, либо человек может обратиться к психотерапевту за помощью, когда его состояние усугубляется еще и такими явлениями, как бессонница или какой-то синдром острого стресса или хронического стресса, когда человек находится в каком-то состоянии растерянности, апатии, когда он не может наладить свою личную жизнь, то здесь ему стоит обратиться уже к врачу, к психотерапевту или к психиатру. То есть в самых тяжелых случаях, когда у человека явления уже депрессивные, наблюдаются, когда он потерял интерес к жизни, то, конечно, для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье этого человека, ему следует обратиться к квалифицированному психиатру, потому что это уже поле деятельности врачей именно вот этой подготовки. Говорят, ну вот я когда готовилась к программе, читала, что вот этому заболеванию также подвержены представители интеллектуальных и творческих профессий. Почему? Ну, конечно, они подвержены, потому что это люди высокой тонкой организации, прежде всего, то есть кто идёт в артисты или писатели, художники. Это люди чувствительные, люди способные видеть окружающий мир через призму каких-то других переживаний своих. Кроме того, они должны примерить на себя, скажем, чью-то чужую жизнь и чужую судьбу, совершенно другим характером, темпераментом и какими-то там ресурсами другими совершенно. Конечно, эти люди в большей степени получают эмоциональную перегрузку, а в исполнении вот этого эмоционального выхода, который они демонстрируют в процессе создания своих произведений, оно не всегда вознаграждается тем... Вознаграждение не всегда адекватно. Я не говорю сейчас о материальном вознаграждении, а говорю о том, что... При издаче, может быть, какая-то. Да, отдаче. То есть мы знаем, что многие, скажем, известные художники или композиторы не дождались своей славы при жизни. Поэтому мы можем восхищаться их картинами, произведениями или какой-то литературой. Они не вкусили плода своих трудов. И, конечно, эти люди более, наверное, подвержены явлением такого переживания, кризиса. А тем ли я занимаюсь? Может быть, это никому не нужно? Ну и так далее. Всё это как раз укладывается в эти симптомы, которые я тоже называла. Как нужно правильно отдыхать? Хороший вопрос. Нужно правильно отдыхать? Наверное, нужно отдыхать с удовольствием. Вообще, наверное, банальная рекомендация – отдыхать с удовольствием. Для кого что? Для кого-то отдых – это сидеть в лодочке с удочкой, никого нет, красота, тишина, луна или закат, или восход – красота. Для кого-то это шумные какие-то компании, для кого-то это походы, для кого-то это поездка куда-то желанная, для кого-то это дача любимая. У всех разные. Мы все разные. И понятие о хорошем отдыхе у нас у всех разное. Для кого-то это побыть среди людей, для кого-то это побыть вне человеческого общества. Но хорошо отдыхать – это пребывать в хорошем настроении, в гармонии с собой. То есть найти себе какой-то, в себе внутри какой-то, найти баланс и понять, а я чего хочу на самом деле. И ждать, что тебя кто-то будет развлекать, и что как-то придется, не зайдет на тебя какой-то отдых, или, не знаю, волшебную пилюлю ты примешь, и все будет прекрасно. Наверное, это наивно. Мы сами себе организуем свой отдых. Для кого-то это смена деятельности, для кого-то это не смена деятельности, а смена коллектива или смена среды. То есть здесь нет таких универсальных рецептов правильно отдыхать. Но я думаю, что правильно отдыхать – это когда после отдыха вы чувствуете, что у вас есть силы заняться своей профессиональной деятельностью с желанием, с интересом. И если у вас есть прилив, и вы хотите на работу, значит, вы хорошо отдохнули. Я думаю, так. В гостях программы «Городские встречи» была директор научно-образовательного центра практической психологии и психологической службы РГУ имени Есенина, Эльвира Самарина. Спасибо, что пришли. Благодарю. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова